Жители Ухты попросили местных телевизионщиков проверить законность размещения фотографий с предполагаемыми ворами в магазинах города. Предприниматели вместо того, чтобы обращаться в полицию, делают скриншоты записей камер видеонаблюдения и выставляют их на так называемую доску позора. Виктория Палкина продолжит тему. Каждый месяц почти по 10 тысяч рублей платят продавцы одного из ухтинских магазинов за мелких воров, которые регулярно орудуют у перелавков. Не смущает ни очевидцы, ни охранники, ни даже камеры видеонаблюдения. Заведующая Татьяна Яшина решила разместить фотографии злоумышленников на входе в торговую точку. Мы пришли сюда работать, а не отдавать свою зарплату, как говорили. Девчата стараются работать, а получается, что покупатели приходят. Ну, конечно, не скажу, что много покупателей таких. Ну, есть молодежь, есть пожилые люди, которые приходят в корзиночки, не берут, хотя супермаркет-магазин, не корзиночки, не тележки не берут, а все складывают в свои пакеты. Именуя кассу, это все уносит. Хорошо, если заметишь. Довольны ее решением и добропорядочные ухтинцы. Нечестных покупателей должны сдать в лицо, уверены горожане. К тому же, увидев свою фотографию на доске позора, у злоумышленников должна проснуться совесть. Вдруг попадется, и им самим должно быть стыдно, наверное, правда? Вообще-то, хотя таким людям, наверное, не стыдно. Нет, пускай знают, что все равно фиксируют. Неповадно другим будет. Ну, если честно, то не очень, конечно. Ну, в действительности же, может быть, человек науступился. Ну, вот, я так думаю, ну, кажется, все-таки жестко. Подобные фотографии размещены еще в нескольких магазинах ухты. Причем организаторы сильно сомневаются, что полицейские им будут помогать. Дескать, воруют-то по мелочи. Поэтому к стражам порядка коммерсанты даже не обращаются. И зря говорят в МВД. Самосуда у нас в России нет. Мы правовая страна. То есть, поэтому, если даже пачка молока, килограмм сахара или килограмм того же мяса он взял и не заплатил, да, то должны идти и писать заявление к нам. К тому же полицейские отметили, самовольно вешать фотографии предполагаемых воров, пусть и эффективный способ, но незаконный, только суд может признать человека виновным. Виктория Палкина, Анна Суменкова, Александр Миронов, телеканал Юрган Ухта.